Да, Игорь Николаевич, добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер. Вопрос задали, я хочу вам этот вопрос транслировать. Вот сейчас насчет ростовской ситуации с АЭС произошла. Его спрашивают, насколько это вредно для людей? Ну, это вредно для людей в первую очередь. Вред заключается в том, что они останутся без электричества, юг. Потому что ростовская станция – это значительный вклад в энергоснабжение, в электроснабжение южных областей России. И если ее остановить, то, конечно, будет ситуация плохая. Дело заключается в том, что блоки там уже достаточно старые, их продлевают, ресурс продлевается. Ремонт выполняется крайне некачественно, в очень небольших количествах, потому что деньги, как принято сегодня, в основном разворовываются. И поэтому оборудование на этой станции уже стареет. Я на ней очень много раз был. Это была очень хорошая станция, в прекрасном месте, огромные там водоемы. И там же недалеко Атоммаш. Поэтому она и снабжалась очень хорошим оборудованием. А сейчас все это дело практически ликвидировано. Ну и кроме того, американцы заинтересованы в том, чтобы сокращать потребление атомной энергетики, потому что урана не хватает. Ведь недавно же был этот эпизод, когда американцы инсценировали заявление о том, что они прекращают покупать обогащенный уран в России. Потом продлили это до 28-го года, а совсем недавно объявили о том, что этот год стал рекордным по поставкам урана в штаты. Это злейшему врагу. Представляете себе? И вот в статье Фокусима... Это я читал, вы знали сейчас, да. Спасибо. В статье Фокусима я там сделал прогноз, что следующее, где будут закрывать атомную энергетику, это Украина с целью уменьшения потребления урана. Но это фактически уже происходит. И Украина, скорее всего, уже в пределах предстоящего года атомная энергетика там будет закрыта. Потому что уран-дефицит. То есть в мире было три крупных аварии, как известно, в области атомной энергетики. Это Тремая Айланд в Штатах, когда активную зону там расплавили. Чернобыль и Фокусима. Чернобыль и Фокусима на самом деле были просто специально взорваны. Идиотская авария была только в Штатах. Там, так сказать, действительно они глупости понаделали. А Чернобыль и Фокусима были взорваны специально. Я по Чернобылю был в комиссии, где анализировали ситуацию. И мы там сделали однозначный вывод, что она была специально взорвана. Но на наше заключение, я сам писал заключение, мы просто однозначно такой там вывод сделали. Но на нас орали, что вы вообще думали, что писали. Я просто очень всегда жалел, что не сохранил для себя тайным образом черновик этого заключения. Сейчас бы его было опубликовать очень кстати. И то же самое Фокусима. Когда стал приближаться период прекращения соглашения гор Черномырдин, по которому мы поставляем уран в Штаты, то взорвали Фокусиму, потому что 50% блоков за счет ядерных боеголовок в Штатах питаются, а в Японии как раз А-50 за счет завода Краснокаменский. В Штатах примерно 100 блоков, а в Японии 50 блоков. Но поскольку японцы, они аккуратисты, у них есть замечающая тепловая энергетика в атомные блоки, поэтому там Фокусиму взорвали, нагнали страху и закрыли все атомные блоки. В результате Япония попала в достаточно сложное положение. Я сейчас не буду рассказывать подробно, чем это доказывается. Тот, кто интересуется, они могут мою просто статью попасть, прочесть в Баковском журнале. Вы им просто назовите номер этого журнала. Сейчас Пашу Кузьмину попросим, чтобы она там прикрепила комментарии с названием вашей статьи, чтобы все могли прочитать ее. Да, чтобы могли прочесть там подробным образом по Фокусиме написано. Доказательство того, что она была взорвана специально. А у нас, значит, вот на Украине, у нас будут, скорее всего, закрывать ядерные, то есть, дыры маловероятно, а просто в силу того, что оборудование стареет, его не заменяют, и станции надо будет останавливать. Наверное, ну, на Украине в силу общего-всеобщего бардака, который там творится, потому что сегодня же американцы поставляют на Украину эти тепловыделяющие элементы, которые для наших блоков на Украине не очень подходят. А уран в этих тепловыделяющих элементах, естественно, из России. Это злейшему врагу мы поставляем. Вот отвечаю на вопрос. А на Украине, между прочим, люди должны знать, больше 60% в электрогенерации это атомная генерация. То есть, если бы прекратили поставки урана на Украину, там напрямую через штаты, это дело 10-е, но фактически они работают на нашем уране, то война бы уже давным-давно прекратилась бы. Игорь Николаевич, а вот отвечая на вопрос, мне там написали этот вопрос, как нам сейчас бояться, что на нас радиация идет или не очень бояться? Нет, нет. Крупных инцидентов, я думаю, не будет, поскольку вполне вопрос решается в рамках той войны, которая сегодня ведется на Украине. и все, значит, на Украине просто закроют всю атомную энергетику, поскольку там всеобщий бардак, уже концлагерь, как говорят. А у нас в силу того, что атомная энергетика очень плохо обновляется. Крупных аварий, я надеюсь, все-таки не допустят больше, таких, как Чернобыль. Ну, дай Бог, дай Бог. Потому что, когда Чернобыль случился, у меня был приятель, Ярослав Голованов, который был выдающийся журналистом «Самольской правде», он вдруг написал, чтобы никто не боялся, что ничего страшного не произошло, это такое бывает, и я после этого перестал с ним дружить. Ну, да, ему заплатили, он это и написал. Понятно. Спасибо, Игорь Николаевич, очень важно, потому что люди встревожены, что там происходит. Как-то надо нам быстрее вам помочь, чтобы вы быстрее свою доктрину, даже можно так сказать, не только теорию, развили, продвили, чтобы начали, наконец, испытания, которые вы говорите. Поэтому я еще раз к вам обращусь через денечек-два с каким-то вопросом, хорошо? Хорошо. Спасибо, обнимаю вас, здоровья вам. Спасибо, до встречи. Всего доброго. Нормально?